Всем здравствуйте! Урок русского языка. Откройте тетрадь, запишите сегодняшнее число. И сейчас мы с вами выполним минутку чистописания. Поставьте буквы в алфавитном порядке. Напишите эти буквы только в алфавитном порядке. Поставьте ролик на паузу и выполните это задание. Выполним орфографическую работу. Какие буквы нужно вставить в слова? Ребята, корова, Россия, береза, сорока, ворона, учитель. Вспомните словарные слова. Задание. Спешите эти слова в алфавитном порядке. Обратите внимание, что здесь есть два слова, которые начинаются на одну и ту же букву. Какие это слова? Ребята и Россия. А какое слово «ребята» или «россия» мы напишем сначала? Мы будем смотреть на вторую букву. В слове «ребята» буква «е» стоит в алфавите раньше, чем буква «о» в слове «россия». Значит, сначала будем записывать слово «ребята». Поставьте ролик на паузу. Напишите словарные слова в алфавитном порядке. Проверим. Проверим. Береза, ворона, корова, ребята, Россия, сорока, учитель. Если у вас слова написаны так же, то вы молодец, все выполнили верно, поставьте себе восклицательный знак. Если выполнили, но были ошибки, поставьте себе плюс. Возьмите красный карандаш. Поставьте точки под буквами, обозначающими гласные звуки. В слове «береза» гласные звуки. Е, Ё, А. В слове «ворона» О, О, А. В слове «корова» О, О, А. В слове «ребята» Е, Я, А. В слове «россия» О, И, Я. В слове «сорока» О, О, А. В слове «учитель» О, И, Е. Мы с вами поставили точки под буквами, обозначающими гласные звуки. У нас получились буквы А, О, И, Е, Я и Ё. Как доказать, что эти буквы гласные? Их можно петь. Они состоят только из голоса. При произнесении воздух не встречает преград во рту. Чем громче произносим, тем сильнее открываем рот. А какие еще гласные буквы не встретились в словах? Это буквы И, Э, Ю, У. Гласные звуки называются гласными, потому что они состоят только из голоса. При произнесении гласных звуков воздух проходит через рот свободно, без преград. Гласный звук образует слог. Что вы вспомнили о гласных звуках при помощи этого отрывка? Что гласный звук образует слог. В русском языке шесть гласных звуков. А, О, У, И, Э, И. Для обозначения гласных звуков используется десять букв. Буквы А, О, У, И, Э обозначают гласный звук и твердо. Мягкость предшествующего согласного звука. Буквы Я, Ё, Ю, И, Е тоже обозначают гласный звук и мягкость предшествующего согласного звука. Внимательно прочитайте все слова. Какими звуками и какими буквами они отличаются? Какие гласные буквы обозначают мягкость предшествующих согласных? Буквы И, Е, Ё, Ю, Я. А какие гласные буквы обозначают твердость предшествующих согласных? А, О, У, И, Э. Буквы Е, Ё, Ю, Я могут обозначать два звука, если они стоят в начале слова после гласной буквы и после букв твердый знак и мягкий знак. В каких случаях буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука? В начале слова, после гласных букв и после букв твердый и мягкий знак. Нам нужно распределить буквы по колонкам. В первую колонку буквы, которые указывают на твердость согласных. Какие-то буквы давайте с вами еще раз повторим. На твердость согласных показывает буква И, буква У, буква О, буква Э и буква А. На мягкость согласных указывают буквы И, Ё, Е, Я и буква Ю. Поработаем по учебнику. Страница 52, упражнение 95. Сравните пары слов по значению, звучанию и написанию. Запишите их. Подчеркните в словах буквы, которыми обозначены гласные звуки. Прочитайте первую пару слов. НОС, НЁС. Какими буквами они различаются? Буквами О и Ё. Произнесите слова, какими звуками они различаются. НОС, Н, твердый. НЁ, НЬ, мягкий. Различаются они согласными звуками Н и НЬ. Одинаковое значение у этих слов? Разное значение. Как думаете, почему слова различаются гласными буквами и согласными звуками? Буква Ё, мягкость свою отдала НЬ и звучит как О. Послушайте. НЁ. О. Отличаются буквами О, Ё. А звуками Н, НЬ. Поработайте аналогично с остальными парами слов. И давайте сделаем вывод. Что обозначают буквы Е, Я, Ё, И, Ё? Они обозначают мягкость согласного звука и гласный звук. Спешите эти слова, подчеркните буквы, которыми они различаются. Поставьте ролик на паузу. Выполним упражнение девяносто шестое. Прочитайте и отгадайте загадку. Длинная шея, красные лапки, щиплет за пятки, беги без оглядки. Кто это? Это гусь. Почему в выделенных словах звук А обозначается разными буквами А и Я? В слове лапки буква А и обозначает звук А. А в слове пятки буква Я мягкость свою отдаёт звуку П и звучит как А. ПЯ. В русском языке есть шесть гласных звуков. А, О, У, И, 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 И. Не забудьте, что для их обозначения мы используем десять букв. А, Я, О, Ё, У, Ю, И, 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 И. Выполните задание. Спишите загадку. Напишите отгадку. Выполним следующее задание. Упражнение девяносто седьмое. Напишите слова названия членов гусиной семьи. Подчеркните буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. Гусь, гусыня и гусенок. Какие буквы обозначают мягкие согласные звуки? В слове гусь, мягкие согласные С. В слове гусыня, мягкие согласные Н. Мягкость ему придает Я. В слове гусенок, мягкие согласные С. Мягкость ему придает Я. Спишите эти слова и подчеркните буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. Прочитаем узелки на память. Для обозначения гласных звуков, стоящих после твердых согласных, используют буквы А, О, У, И, Э. А после мягких согласных Е, Ё, И, Ю, Я. Буквы Е, Ё, Ю, Я могут обозначать два звука, если они стоят в начале слова, после гласной буквы. И после букв твердый знак и мягкий знак. Выполним упражнение 99-я, страница 54-я. Прочитайте. Вспомните начало и продолжение сказки Сутеева «Яблоня». Ёжик говорит «Это моё яблоко». «Нет моё!» – кричит ворона. Запишите выделенные слова. Обратите внимание на местоположение букв Ё и Я. Какие звуки они обозначают? В слове Ёжик буква Ё находится в начале слова. Значит, она будет обозначать два звука. Первый звук Ё, а второй О – Ёжик. В слове «Моё» буква Ё стоит после гласной и будет обозначать два звука – Ё и О. Выделите зелёным и красным цветом звуки этой буквы. И ещё напишем слово «Яблоко». Здесь буква Ё находится в начале слова и будет обозначать два звука – Ё и А. Напишите эти три слова, сделайте звукобуквенный разбор. Сверху подпишите количество букв и количество звуков. Следующее упражнение. Упражнение 101. Прочитайте текст. Многие русские города названы в честь своих основателей. Город Ярославль основал князь Ярослав Мудрый тысячу лет тому назад. Ответьте на вопрос. Кто основал город Ярославль? Запишите ответ на вопрос. Укажите имена собственные. Ответом на вопрос должно быть предложение. Кто основал город Ярославль? Город Ярославль основал князь Ярослав Мудрый. Имена собственные подчеркните. Не забывайте, что имена собственные пишутся с большой буквы. Упражнение 102. Прочитайте выразительно стихотворные строки. Произнесите протяжно-гласные звуки в словах второго предложения. Помогли ли они услышать завывание ветра? Обратите внимание, что в этом стихотворении у нас четыре предложения. Первое предложение. Туча небо кроет, солнце не блестит. Второе. Ветер в поле воет, дождик моросит. Третье. Воды зашумели быстрого ручья. Четвертое. Птички улетели в теплые края. Произнеси протяжно-гласные звуки в словах второго предложения. Ветер в поле воет, дождик моросит. Помогли ли они услышать завывание ветра? Задание. Спеши одно из четверостишей. Четверостишее – это четыре строчки. Либо верхние строчки спешите, либо нижние. Выполним проверочную работу. Помоги Ане занять первое место. Сколько гласных звуков в русском языке? В русском языке шесть гласных звуков. Молодец! Все правильно. Продолжим выполнение заданий. Сколько букв для обозначения гласных звуков в русском языке? Десять букв. В каком ряду только гласные звуки? Проверяем. Гласные звуки. А, О, У, И, Э, И. А, О, У, И, Э, Й. Й – это согласный. Нам нужны только гласные звуки. Молодец! Все правильно. Теперь выполни следующее задание. В каком ряду слова различаются гласным звуком? Галка, палка, батон, бутон различаются гласным. Здесь гласные А, здесь гласные О. Проверим. Лук, люк. Здесь Ю отдает мягкость предыдущему согласному и звучит как У. Лу. Корова, корона. Здесь согласными звуками они отличаются. Значит, только вот эта строчка нам подходит. Молодец! Все правильно. Перейдем к следующему заданию. В каком ряду буквы Е, Ё, Ю, Я во всех словах обозначают два звука? Проверяем первую строчку. Солю. Уже два звука не обозначает, да? Втуле. Тоже только мягкость предыдущему согласному. Здесь тоже, здесь тоже. Сольё. Два звука. В улье. Два звука. Семья два звука. И ёлка тоже два звука. Значит, вот эта строчка нам подходит. Молодец! Все правильно. Все задания выполнены. Посмотрим результат. Молодец! Все правильно. Ты отлично справился с заданиями. Подведем итог урока. Какие звуки называют гласными? Что могут обозначать гласные буквы, когда стоят после согласных? Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука? Ответьте на эти вопросы. А с вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие. Пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья! До новых встреч!